В Москве на 52-м году жизни внезапно скончался выдающийся актёр Алексей Макаров. Артист, ставший одним из самых востребованных в российском кинематографе, начал свою карьеру с эпизодических ролей в театре, но сумел подняться на вершину кинематографического искусства. Алексей Макаров редко появлялся на театральных подмостках, предпочитая экран. Он воспринимал театр как что-то особенное, чем занимался, для души. Начав завоевывать признание телезрителей в боевиках, актёр широко раскрылся в комедийных и романтических ролях. Его талант, харизма и профессионализм сделали его любимцем зрителей, а его актёрское мастерство было признано коллегами. Среди ярких работ Алексея Макарова роли в культовых фильмах, которые оставили неизгладимый след в истории отечественного кино. 15 февраля 1972 года в семье известных актёров Любови Полищук и Валерия Макарова появился на свет сын Алексей. Однако есть интересный факт относительно его даты рождения. В свидетельстве и других официальных документах указана дата 15 апреля 1972 года. Сам артист утверждает, что это недоразумение и считает своим знаком Зодиака Водолея. Семья Макарова и Полищук заслужила славу ещё на родине, в Омске. Позже им предложили работу в столице СССР, где они успешно выступали с программой на эстраде Амичи. В 1968 году им посчастливилось выступить на сцене Кремлевского дворца съездов, что было значительным успехом для того времени. Однако после этого артисты вернулись на родину и продолжили свою творческую карьеру. В детстве Алексей испытал все трудности актёрской жизни, сопровождая родителей в гастрольных турах по всей стране. Его таланты были замечены ещё в раннем возрасте, и семья решила попытать счастье в Москве. Однако после переезда родители развелись, и мальчик провёл часть своего детства в интернате. Семейные трудности не помешали Алексею стремиться к своей цели. После окончания школы-интерната и развода родителей, он воспользовался вторым шансом в Москве, где его мать Любовь Полищук во второй раз вышла замуж. Алексей продолжил учёбу и впоследствии поступил в ГИТИС, где его талант был замечен, и он начал свой путь в мире актёрского искусства. В 13 лет Алексея забрали из интерната по настоянию отчима художника Сергея Цыгаля. В их семье появилась дочь Мариетта, и брат с удовольствием ухаживал за младшей сестрой. Любовь Полищук тем временем во второй раз вышла замуж и сменила фамилию на Цыгаль. В восьмом классе Алексей принял решение поступить в профессионально-техническое училище, намереваясь стать краснодеревщиком. Однако, отчим и мать настояли на том, чтобы он окончил полное среднее образование. После этого Алексей, несмотря на противоречия в семье, решил следовать своей мечте и поступил в ГИТИС. Несмотря на неудачи при первой попытке, вторая оказалась удачной, и он попал на курс Павла Хомского. Молодой Макаров также попробовал свои силы в театре имени Массовета, где за восемь лет ему удалось сыграть всего одну значительную роль царя Ирода в спектакле «Иисус Христос-суперзвезда». Однако, после этого он решил покинуть театральные подмостки. Трудовая биография Алексея началась с продавца билетов, грузчика и даже пожарного. Тем не менее, после окончания ГИТИСа, где он изучал актерское мастерство под руководством Павла Хомского, началась его настоящая кинематографическая карьера. Он стал одним из самых востребованных актеров российского кино, раскрывшись в различных жанрах, начиная от боевиков и заканчивая комедиями и романтическими фильмами. Алексей Макаров успешно вошел в мир кино, сделав свой первый шаг на экраны в эпизодической роли в мини-сериале «На углу» у Патриарших. Однако настоящим прорывом для молодого актера стала драма 1999 года «Ворошиловский стрелок» режиссера Станислава Говорухина. Фильм не только завоевал популярность и внимание зрителей, но также стал культовым произведением, оставив свое название в истории российского кино. Однако, настоящий успех пришел к актеру после роли в боевике «Личный номер», основанном на реальных событиях захвата заложников на мюзикле «Норд-Ост». Алексей Макаров воплотил образ героического майора спецслужб Смолина, и фильм, вышедший в 2004 году, принес ему широкую известность. Некоторые фанаты даже прозвали его российским Брюсом Уиллисом. Актер сам выполнял некоторые трюки и даже сломал ногу во время съемок. Далее в 2006 году Макаров снялся в еще одном успешном проекте – сериале «Офицеры», который возглавил ТОП 100 наиболее популярных ТВ-программ по версии TNS Girl Media. Сериал был выдвинут на ТЭФИ в двух номинациях. В своей кинокарьере Алексей Макаров не ограничивался только боевиками. В 2006 году он снялся в семейной мелодраме «Требуется няня», пытаясь отойти от стереотипов жанра. Актер выразил желание рассказать зрителям человеческую историю, отходя от погони и выстрелов. Вместе с коллегой по съемочной площадке, исполнительницей главной женской роли Мариной Зубановой, они получили кинопремию «Белый слон». 29 декабря 2011 года актер Алексей Макаров вместе с коллегами из «Квартета» и появился на экранах в комедии «О чем еще говорят мужчины». Фильм, в который также вошли Владимир Меньшов, Сергей Бурунов, Максим Виторган и другие звезды, стал самым кассовым российским проектом 2012 года с общими сборами в кинотеатрах в размере 17,7 миллиона долларов. Следующим совместным проектом «Квартета» и Алексея Макарова стал фильм «День выборов 2», выпущенный в начале 2016 года. Даже при бюджете в 1,6 миллиона долларов картина сумела привлечь внимание зрителей и заработала 3,5 миллиона долларов. В апреле 2018 года вышел проект «Частица вселенной», в котором Алексей Макаров снова сотрудничал с «Квартетом». Твисериал, созданный Аленой Звонцовой и Валерием Тодоровским, включал в себя блестящий актерский состав и получил хорошие отзывы. В 2019 году Макаров снялся в военной драме «Смерш», которая вошла в топ 10 самых популярных российских фильмов и сериалов согласно многим СМИ. В следующем году актер принял участие в сериале «Гости из прошлого», где вместе с Юрием Стояновым, Евгением Михеевым и Михаилом Трухиным представил зрителям увлекательный проект. В 2022 году Алексей Макаров снялся в мини-сериале «Тот мужчина, та женщина» вместе с Ольгой Красько, Алексеем Морозовым и Екатериной Вуличенко. Актер также предстал в третьем сезоне веб-сериала «Око. Естественный отбор», продолжая радовать зрителей своим многообразным талантом и профессионализмом. Алексей Макаров, помимо кинематографии, активно участвует в телевизионных проектах, что позволяет его поклонникам увидеть его в различных аспектах. В 2003 году, например, артист принимал участие в игре «Форт Боярд», ведущими которого были Леонид Ермольник и Оксана Фёдорова. Вместе с Макаровым за главный приз сражались такие знаменитости, как Децл, Дмитрий Певцов и другие представители российского шоу-бизнеса. Актер также был виден в шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с певицей и бывшей фигуристкой Анной Семёнович. Паре удалось дойти до финала, но, к сожалению, они не заняли призовых мест. В различных телевизионных передачах, таких как «Мой герой», «Десять фотографий», «Однажды с Сергеем Майровым» и «Вечерний Ургант» Макаров делился с телезрителями своими сокровенными мыслями и воспоминаниями. Появление актера в различных телевизионных форматах позволяет поклонникам ближе узнать его как личность и ценить не только его актерское мастерство, но и человеческие черты.